всем привет с вами канал обычный пользователь и так уж сложилось что на моем канале последнее время основная тема видео это linux операционные системы программы и прочее но иногда мне все хочется отходить от данной тематики не скажем так немножко автопить вот пусть так новая рубрика и называется автоп она будет нерегулярная и в ней буду рассказывать о каких-то может быть устройствах еще чем-то и первый собственно выпуск это вот такой вот интересный дикий девайс с первого взгляда может показаться что это планшет samsung в таком белом прикольном чехольчики с клавиатуркой которая подключается по micro usb но как говорится не все так просто включаем данную хреновину по-другому меня нет объяснения как это назвать видим вот такой вот логотип самсунговский а дальше просто анимацию android уже как бы понятно что здесь что-то не то пока эта штука грузится я ее вытащу из чехольчика вот так она выглядит сверху кнопка назад кнопка громкости здесь у нас имеется кнопка питания под наушники флешка где-то даже симка втыкается тут сзади даже камера есть открываем экран блокировки и опять же видим что здесь что-то не то наклоняем экран и понимаем что качество этого экрана совершенно отвратительно также видим огромные элементы интерфейса старый явно android причем чистый которого у самсунга не было просто иконочки видите изменены все это причем еще и подтормаживает периодически видим что это чистый явно старый android причем с телефоном интерфейсом то есть панель уведомлений открывается на весь экран дальше начинается вообще просто дичайшая дичь открываем настройки проходим в память и видим здесь видно что якобы 64 гига доступно 61 далее идем в информацию о системе и видим что здесь якобы моделька n8000 и android 9 но это явно не девятка это сами понимаете это даже по пасхалке это android 4.4 kitkat понятное дело что это такая вот паленая хреновина из недр китайских подвалов давайте откроем аиду которую я поставил и посмотрим что здесь вообще к чему открываем систему видим mt6572 это двухъядерный процессор древнюющее как говно мамонта и 512 мегабайт оперативки по внутренней памяти он не определяет я сомневаюсь что здесь 64 гига при том что здесь 512 и прод древний далее по цпшке по процессору видим что это медиатек mt6572 28 нанометров 32 бита два ядра у самсунговского планшета который на 8000 явно такого быть не может это все дико подтормаживает разрешение экрана 800 на 480 мали 400 mp1 причем просто микрофиле какая-то батарейка вот android давайте откроем и здесь будет скорее всего 44 до 44 kitkat вот такая вот странная девайсина попала мне в руки вот знакомого из сервис центра и как-то подобную штуку у меня одногруппница одноклассница скажем так знакомая купила по-моему то ли за 3 то ли за 4000 рублей у какого-то алкаша в переходе ну это просто дичайшая дичь все хлюпает хрустит на характеристики вы видели какие у этой диковинки чехольчик тоже некоторых местах странные во-первых подключение через вот такую вот висюльку во вторых кнопки малюсенькие неудобные невнятные совершенно нажатие не очень удобные кнопки довольно мелкие короче штука тоже странная поэтому будьте аккуратны когда покупаете с рук планшетики если видите вот подобную дичь бегите от нее просто как от огня на этом собственно всем всем спасибо за внимание всем пока комментируйте подписывайтесь заходите в телеграм-канал ставьте лайки до новых встреч проекта обычный пользователь есть телеграм-канал который я периодически выкладываю новости о предстоящих видео новости которые меня заинтересовали из мира linux правда это бывает не особо часто а также делюсь своими экспериментами с тем что я тестирую из мира операционных систем на ядре linux заходите присоединяйтесь предлагайте свои идеи для видео буду всех рад видеть